Ну и мы сейчас можем посмотреть действительно, насколько большой талант у этого парня. Большое количество боев для его 24 лет. Не часто увидишь боксеров, которые так рано начинают профессиональную карьеру, не задерживаясь в любителях. С другой стороны, я тебе хочу сказать, когда дебютовал артист Фономареву было 8 лет. Опыта, конечно, не занимать артисту, так что у нас сейчас бой, так называемый опыт против молодости. Правильно ты зазначил антропометрию боксеров по номеру выше и обратно, это визуально видно. Займает центр ринга и долгим джебом начинает отгонять от себя мексиканца, потому что первые дни мексиканца были сразу удары в корпус соперника, где в дыхание, в солнечко. Центр ринга сразу занимает Пономарев. Конечно, разница в антропометрии колоссальная. Этим должен пользоваться российский боксер. Осторожно, она щупывает свою дистанцию. Абсолютно никуда не поспешает. Рассианин, зверните увагу, заполненный космополитенов в Вегас. Прикотом пытается дистать Пономарев. А вот так, как под удар. Сгинается мексиканец. Пока что поцелить Пономареву не вдаётся. Большое удары в воздух. В последнее время не так часто боксирует Пономарев. Лишь второй бой в этом году для него. В 2015 он почаще выходил в ринг. Трижды. Урал бокс промоушен представляет эту промоушенскую компанию. Пономарёв. Любит он бокс с детства, с 7 лет. Занимается этим видом спорта. Привела его мама. И тренер говорил, что если бы слишком маленький мальчик, дайте его лучше куда-нибудь пока на футбол. Но мама настояла, чтобы Пономарёв занимался боксом с такого раннего возраста. Десь в той час, когда приходил Пономарёв просто в бокс в детстве, его сегодняшний соперник уже проводил, готовился до профессиональных поединков. У нас 15 секунд до завершения первого раунда. Думаю, без запитаний. Перевага на користь Костянтина. Больше от защиты працюет мексиканец. И особенно не идет вперед. Осторожно первый раунд проводит Пономарёв. Так называемая разведка никуда не спешит. Акция «Хэллоу успех» від Нес Кафе 3 в 1. Отримай шанс виграти 10 гривень на мобільний щохвилини та смартфон щотижня. Купуй акційні стики, реєструй коди на сайті або на села СМС. Скажи «Хэллоу успех» з Нес Кафе 3 в 1. Абель Санчез. Один з лучших специалистів. Конечно, наибольшу известність получил Абель, начав работать с Геннадием Головкиным, который сейчас настоящей звездою уже является в Америке. Один из главных боксеров телеканала HBO. А телевидение в Америке играет огромную роль, как мы знаем. Я бы сказав, Першочергову. Да, и порой даже диктует свои условия, какой бой они будут показывать, с каким соперником. Так что всегда это согласовывается с телеканалом. Ну а с завершением на данный момент профессиональной карьеры Флойда Мейуэзера, Надю Головкин будет на первую, на первичность, так, который мы, в принципе, от телебачения на данный момент, бизнеса, я головной, мабуть, зіркою. HBO-боксинг в США. Ну и Абель Санчез разом из них. Но сегодня такое впечатление, знаешь, как снова начинают свою работу с молодого. Хлопца снова никому не знаменит. Да, но ноги хвалят Абеля Санчеза, но есть и критика. Тот же Сергей Ковалев, который начинал работать, когда переехал в Америку с Абелем Санчезом, говорит, что этот тренер абсолютно не профессионал и жестко его раскритиковал его методы тренировок. Он говорил, что Абель Санчез всем прописывает одну и ту же программу, не работает индивидуально. И это ему не подошло. Абель Санчеза не вдаётся полностью залезти в панцер. Так, мабуть, слід характеризовать столько мексиканцев. Такие удары. И в втором раунде их набагато больше ударов, которые проходят. Очень спокойно себя чувствует Пономарёв. Мы сказали, что разница в 11 лет и в количестве поединков. Не знаю, что такое прогровать. Вы слышите публику. Публике понравится цендеркарт. Как реагируют они почти на каждый удар. Россияненький достаточно техничный боксёр. Мы уже в этом убедились. Прозвище «Талант». Наверное, так, что можно назвать громким. Но действительно, боксёр хороший. Конечно, артист по всему видно не тот, кто может суметь проверить на прочность этого таланта. Большого. Багато поединков, и большинство из них остальных пяти поединков. Когда уже бывали перемоги, то четыре из них достроковые. Мы уже про это сказали. Тут, знаешь, возможно, это и были лаки-панчи. Наверное, у такой вази. Потому что пока что, на вміну от Поноварёва, который постоянно работает с формулой. Так, постоянно работает не одним ударом. А артист как раз пытается одним, но и мощным отгонять от себя, от серийности работы Пономарёва. От себя с такими ударами от двух до двух, от души. Но все это читает Пономарёв. Ну вот на повторе мы увидели, какой роскошный правый прямой прошёл от Пономарёва. И без проблем выдержал его артист. Пока что со стойкостью у этого мексиканца всё в порядке. Ещё раз, может, лидко задать, что это у нас 8-раундовый поединок. Да, предпосылок к досрочной победе кого-либо из соперников пока что нет. С учётом, что у Пономарёва только 13 досрочных побед. И его лучшие удары артист без проблем выдерживает. Артист иде вперед. Левую показав, как будет пробовать, а пробив правую. И проспав цей удар Пономарёв. И таке выражение, что публика вболевает там о Лас-Вегасе за мексиканца. Безусловно. Мексиканцев там хватает. Они будут поддерживать своего. Интересно, за кого сегодня будет публика болеть в поединке Василия Ломаченко и... Игорь Суолтерса. Пономарёва. Неплохо сейчас в правой контратаке попадает артист. Впевнено, працюет рефери, который сразу зауваживает, что не нужно опускать голову, идти вперед. Артизу. Да, у Сильверио есть аргументы, есть с чем отвечать. Забырла публика. Так же, понимаете, напружение, которое сейчас в ринзе. Константин. Неплохо мы видели. Продолжение эпизода пробил Василий Кайперкотов. Да, артист, конечно, Прометчиво остался у канатов. Тут Пономарёв имеет преимущество. Сразу же начинает обрабатывать корпус с переводом на голову. В целом, активнее, конечно, российский боксер. Безусловно, он должен выиграть по очкам, я думаю, у всех. Но и правильное зауважение было от его тренера. Так, меньше академичности. Что-что, есть прямолинейность, академичность. Есть Пономарёва. Трошки фантазии. И думаю, не вытравимы восьми раундов. Представитель Мексики. Представник, который сейчас на ваших экранах, которому уже помогает Катман, потребует работы Катмана. Артиз. Такий удар проходит через руку на видмаш, я бы его назвал. Ну, последний раз артист досрочно проигрывал в далеком 2010 году. Когда-то он был в чистом нокауте от известного Маркоса Майдана. Когда еще Майдана боксировал в универсенбокс промоушен. Бой этот проходил в Германии. Станин на станове и от Эбеля Санчеса. В четвертом раунд нагадается экватор сегодняшнего поединка. Головного поединка ландеркарта. Восьми раундовый поединок поединок поединка главный поединок Пономарев, который не имеет никакой поединки. Для того, чтобы запоминаться голливатам, запоминаться публике на HBO след перемогать до страхового. Я не думаю, что про это думают боксеры. В принципе, главная перемога. Да, я думаю, Пономарев хочет одержать эффектную победу. Он понимает, насколько это важно. Пора уже выходить на более высокий уровень с таким количеством боев на профи-ринге. Пропустил тут Артист приспал бдительность соперника и иногда очень неплохо пробивает правым через руку коронный удар, который периодически от него проходит. Так, и это тяжкие удары, можно это понять. Мне кажется, это и мексиканец там всадил в печенку соперника один из ударов, который не умел прикрыть элитом Пономарев. И снова таки, за раундами, думаю, вопросов нет, что до переможца в кутку загнанный сейчас мексиканец, но достаточно легко сайдстепом текает. И выходит с кута ненадолго, дуже вольно себя, до речи, мексиканец почувает спиной до канатов, чувствуя эти канаты. А тут как борец проходить майже в ноги сопернику мексиканец. И снова у нас картина не изменяется в четвертого раунду, снова спиной до канатов мексиканец, очень обычный, но снова начинает его Константин Пономарев. Право-лево он почув своего тренера и начинает влучать мексиканцы, ямайский Дровосек. Ну и Василий Ломаченко. Также мы в гостях у украинского чемпиона, так само готовится, вы чуете публику, но тепліше на меня вітают украинцы. Да, Василий уже стал достаточно популярен в Америке с таким небольшим количеством боев, но он уже одержал такие шедевральные победы, поэтому, конечно, популярность его растет от боя к бою. Ну а у нас пятый раунд этого восьмираундного противостояния, вторая половина боя. Вот, кстати, посмотрел я свежие рейтинги и Пономарев на сегодняшний день занимает достаточно высокие позиции, практически по всем версиям, кроме WBA. ну, в якое WBA не бачу, мы его, в перши 15, немай Пономарева, дейсно, у всех инших він присутний, и цей поединок так уж може дату ему дуже багато в плане рейтинга. Напомним, что полусредний вес, 66 кг с копейками, и в этом весе выступает украинець Тарас Шелестюк, который на сегодняшний день 15 по WBA. Нещодавно святкував чергову перемогу. Шелестюк, это один из таких наших фаворитов, нашей украинской сборной, которая сейчас полностью составом панамарьев Да, все-таки не хватает, конечно, жесткости Пономарьеву, техничный. Обученный боксер, хорошо передвигается по рингу. Вроде все есть, но жесткости не хватает. Так, те, чего, возможно, и одного из главных для боксеров, так, это удар. Пока что мы не видим, удар, которым он не может завершить поединок. Потому что вага, в принципе, такая, где люди очень-очень техничные. Ну, в то же время, все-таки, Артис в последний раз проигрывал досрочно в 2010-м. Сейчас у него, видимо, появился какой-то эликсир стойкости. Поэтому он все держит. Через левую руку, правую проходят боковые удары от Пономарьева. Но, опять же, не сказал бы, что он является ощущением. Артиса, ну, если так на скоркарс, дивиться сейчас, как бы заглянуть до судей, судей, так, думаю, что далеко попереду и одностайно усих перемогает Костянтин Пономарьев. Да, по очкам уже, конечно, тут соперник Пономарьева проигрывает. Без шансов. Так что единственная возможность у него держать сегодня победу – это лаки-панч. Это нокаут. Так, найсмачнейшее на ваших экранах, что было о попередньому раунде. На подходе. Працював так по номеру шоя нау. Викопали це режисери та оператори. Корпусом зіграв дуже цікаво. Тренировочный зал «Биг Бир» у Абби Лос-Анджелеса находится в горах, далеко от Лос-Анджелеса. Там, кстати говоря, бывал и Василий Ломаченко. Але сгодом відмовился от того табора Василий Ломаченко. Больше там не готовится. Нема потреб, как сказал про это Василий Ломаченко. Тренер, находи его, всегда хочется. Знову картина не змінюється в плане, так? Володіння у Афрензія не віддається. Володіння молодший на 11 років Костянтин Пономарев. Ча особо на це володіння не претендує мексиканець, так? Да, он еще с первого раунда отдал центр ринга. И действует, в принципе, однообразно. Намного меньше выбрасывает ударов. И, похоже, он изначально не рассчитывал на победу по очкам, а так, периодически, работает на контратаке. Ищут возможность, как следует, приложити. Как же есть еще приклада от российского боксера. А не вперше классная комбинация с крех ударами. Что я не так хотел пробить за чем-то канатом. Канаты помешали, да? Спасли мексиканца. Это легенда, чем працювати. Ну, за шість раундів, шість з половиною раундів, дійсно те, про що і писали перед цими андеркартами, що все є у Кономареву, окрім ударів. Треба щось робити. Так, жесткости достатньо, щоб держати победу над Артисом. А пока что не просматриваться. Проходили множество различных ударів от Пономарева. Все это Артис держит. И навпаки, ты знаешь, мені здається, у Артисе. Чого немає з того, що є в арсеналі Пономарева, а є єдине, що удар, яким він може пробити, так, і удар, яким він може тримати. Що він сьогодні і демонструє, тому що, ну, наївся, ударів. Я думаю, що дня три можна не обідати. В цілому, звісно, боксер перспективний. Я имею в виду Пономарева, з учетом того, що він достатньо ще молод. Наскільки я розумію, може таки бути, що цей удар прийде і за вагою, так, і зі збільшенням ваги, збільшенням м'яса, будемо так казати, в організмі. Час з іншого боку може відійти. Ось ця легкість, яка є у Пономарева, ну, і щодо дихання, так, мабуть, немає запитань до цього боксера, де працює в одному ритмі з першого, ну, вже по сьомий раунд. Останні два, до речі, у нас, тобто, шостий, сьомий, восьмий, можна називати чемпіонським. Ну, Пономарев не разу вже проходил десяти раундові дистанції. Демонстрировав хорошу вносливость. І сьогодні ми видим, що такий хороший темп, достаточна. С дихалкою. Все добре у Пономарева. Реакція, я так розумію, на ринкар-герл, який завжди правильно працює, так? Топ-ранк вмієх обирати. Попереду сьомий раунд, всього вісім, у головного повідинку андеркарта. В цьому вечері Боба Арума. Ну, і картина у нас не змінюється. З першого, так, по сьомий раунд. Кожен з цих раундів мексиканець спочинає або з кутка одразу, або від канатів працює. Так, зв'язна весова категорія, в якій виступає Пономарев. Тут такі зубри, як Мини Пакяо, Келбрук, проигравший Геннадію Головкину, но хорошо себя зарекомендовавший. Дэнни Гарсія, так я розумію, так? Кей Турман, Шон Портер. Дуже зверховий дивізйон. Амирхан, Андре Берта. В общем-то, такие все имена достаточно громкие. Известны. Так, і всіх, кого ти назвав «Лёд без ударом». Да, ну, кстати, по версії WBO, Тарас Шелестюк у нас шестой на сегодняшний день. Високая позиція в той самой веселой, в том самом дивизионе по версії WBO, де в чемпіонах Мини Пакяо. І, кстати говоря, Фредди Роуч дуже добре отзывався о Тарасі Шелестюке і все недавно сказав, що Тарас Шелестюк – це бувший чемпіон мира. Ну, ти знаєш, але завоз до Боба Арома пролунало так же, закинув вудочку, бо це був Аром щодо поєдинку Мини Пакяо не з Тарасом Шелестюком, а якраз з Василим Ломаченко. Да, і річ о том, що Мини Пакяо на сьогоднішній день боксирує абсолютно не в своєй веселій категорії. Ему приходиться, по словам самого Мини, очень много кушать, чтобы пребывать в рамках этого дивизиона. Так что он лучше бы сбросил лишнее ради боя Сломаченко. Сам Мини Пакяо уже выразил готовность и заинтересованность в такому поєдинку. Так что все может быть. Но главным, конечно же, условием является сегодняшняя победа. Это Василия. Ну и тут снова на «Видмаш» намагается навіть двойкою відпрацювати мексиканец. Вот еще раз получает, но снова что-таки набагато больше получает Номарьов. Еще раз скажу, ну, Номарьов академический. Все дуже прямолінійно. Від него все правильно, але дуже прямолінійно. Это как за подручником, так? Единственное, что бы обратил внимание, он возвращается очень уже до соперника Панамарьов. С более серьезным соперником такий бокс не пройде. В этом дивизионе, кстати говоря, выступает и ветеран Шейн Моцли, который также хорошо отзывался о Тарасе Шелестюке, спарринговал с ним. Конечно, смотришь тут на топ боксеров этого дивизиона. Ну, 90% таких звездных фамилий, достаточно известных. Очень интересная рисовая категория, конечно. И я думаю, что уже в следующем году Тарас Шелестюк порадует нас поединками против таких звезд. Ты знаешь, хочется сказать так не лише про Тараса Шелестюка, тому що за останні роки серйозный десант украинців у США. Кожен з них працює, кожен з них боксує. Хочется бачити у топах є Івана Голуба, Євгена Хитрова. Деревянченко, Смала Шабрансов. Відмінно так від Пономарєва, всі знаємо про удар цих хлопців. Центр Гвоздик. В общем-то, все идет к тому, що ми в следующем году все чаще будем с вами просыпаться раннім утром, в воскресенье, щоб підтримувати наших українських боксеров. Дай Боже, тому що є у мене і така інформація, що вже пішли перемовини Боба Арума із Адонісома Стівенсона щодо поединку наступного року Стівенсона проти Олександра Гвозді. Ось дуже хотілося б, конечно, щоб получився цей бой, щоб получився цей бой, щоб його організувати. Кстати говоря, Олександр Гвоздик выставився о нежеланні боксувати против российського бувшого чемпиона Сергея Ковалєва, т.к. він с ним знаходиться в приятельських отношениях. Але якщо судьба їх сведет, то, конечно же, він буде с ним боксувати. Першочергово, я думаю, що ми побачимо прописаної у контракті поєдинка Ковалєв-Ворд – це реванш. Ну а Олександра Гвоздіка дуже хочеться, щоб це було правдою. Тому дуже хочеться, дійсно, на весні, можливо, на весні побачити поєдинок домашнього чемпиона, який нікуди не любить їздити, який дуже багато любить говорити. Є про Адоніса Стівенсона, якого інколи називають Адонісом Чікінсоном. Це так його назвав Сергій Ковалєв. Так, через його таку домовитість. Так, лише вдома, лише за його умов. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки захоче боксувати проти нашого Олександра Гвоздіка. Тому що ще потрібно Гвоздіку. Зараз лише шанс від чемпиона. Було б круто, конечно, тому що Стівенсона, дійсно, дуже оберегає його промоутер, дуже осторожно підбирає йому соперників. І, конечно, я не думаю, що вони горять желанням боксувати проти Олександра Гвоздика. Там потрібно буде хорошенько поработати і заінтересувати канадців, щоб вони согласились боксувати. У нас останні секунди, так, відвертий бокс пішов у нас останні 30 секунд. Але, вів, цей удар, ну і ось, до речі, можливо, лише цей раунд з усіх можна віддати мексиканцю. Ну, я думаю, звісно, удар пройшов на останніх секундах неплохий, але навіть цього, наверняка, було мало, так як все-таки Пономарєв намного більше. Так, судді, як кажуть, запам'ятовую, так, судді початок раунда і закінчення цього раунду. Так, так що ці парочку точних ударів від Артіза буде мало, стійкості. І ось, залишав, дяки цьому поєдинку буде отримувати запрошення від Боба Арума на наступні поєдинки андеркарти. Ну, лише так можна про це говорити. Ну що, я не зрозумів, який план був на поєдинок у цього хлопця. Ну, отработав неплохо суперник достойный, так що я думаю, які-то плани на Пономарєва є. Дяка він буде вже фоксувати за какой-либо поєдинок у цьому році. А у нас вже готов результат. Единогласне рішення судей. Все ще без поражень. Константин Пономарев завоевывает 31 победу на профи ринге, с чем мы его и поздравляем и передаем слово в студию.